Праздничное настроение – одна из составляющих лечения, уверяют медики. Концерт муниципального духового оркестра – подарок пациентам Самарского госпиталя для ветеранов войн. Участник боевых действий в Афганистане Александр Камерзанов уверяет – забота и внимание действительно лечат. Успокаивающая, расслабляющая обстановка, которая дает возможность забыть хоть на время, пусть на короткое, ни дугах, ни палатках каких-то. Новый год Александр встретит дома. Лечится он в дневном стационаре. При поддержке областного бюджета и попечительского совета госпиталя терапевтическое отделение на 20 мест полностью отремонтировали в начале года. Выделили на капитальный ремонт 20-кочное дневное отделение. И сегодня у нас 20 ежегодно, ежедневно 20 больных. Многие из вас здесь присутствуют, приезжают утром, лечимся так же, как и возручно. Для пациентов, которых бой курантов застанет в больничных палатах, праздник организовали прямо в госпитале. Поздравить ветеранов приехал и член попечительского совета, глава Самары Олег Фурсов. Разговор зашел об изменениях, которых в этом году в городе было немало. Это и покупка нового общественного транспорта, обновили треть автобусного парка, и ремонт дорог, и реставрация фасадов. Чтобы каждый день нашей своей работой он был направлен на созидание. Вы лечили эффективно людей, ветеранов, которые здесь находятся. Ветераны передавали свой опыт молодому поколению. Люди, работающие на предприятиях, создавали наше общественное благо, чтобы мы вернули себе славу второй столице России. Таким наш город был еще совсем недавно, когда мы были индустриально развитым, научным, студенческим центром. Благодарственные письма и грамоты получили лучшие врачи и медсестры госпиталя. Их профессионализм, забота и внимание ставят пациентов на ноги едва ли не эффективнее, чем лекарства. А ветеранам достались подарки. Даже в почтенном возрасте Новый год остается одним из самых любимых праздников. Марина Кравцова, Константин Головин, События.